USA, New York. Ну что, друзья мои. Так, ну мы сгорели сегодня. Первый день на пляже и сгорели. Так, ну что. В общем, я не поленилась. Вернулась в отель. Сделала канцелейшн, то есть отменила. Вернула депозит, который я им отдала. И пошла вот туда, куда я им только что показала. И там мне получилось на 20 долларов дешевле. На двоих людей. Но самое главное, не только это. Он мне дал карты. Он мне отметил, где будет останавливаться автобус. Крестиками. Он все мне объяснил, где лучше выходить, какой район безопасный, где можно там то, сё. В общем, шикарно. Я очень довольна, потому что я люблю, когда я не вслепую еду, непонятно что. Вот даже этот отель, который я выбирала на 14 улице, я же перепробовала разное. Но я не вслепую. Я читала, чтобы было то, 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 то. Скажем, сейчас лето, да, люди загорают. Если, допустим, зимой принципиально, чтобы было джакузи, например, и бассейн внутри помещения, да, то летом, когда мы сейчас уже обгоревшие с первого же дня, то нам не нужен бассейн и джакузи. Зачем же нам еще в джакузи лезть, да? То есть мне как-то уже непринципиально это все. Вот. Поэтому я уже, допустим, некоторые отели, очень даже хорошие, у них не включены завтраки, это важно. Потому что вы видите вот здесь, что происходит, отели, 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 отели. Но совершенно нету никаких кафе. А если есть, то только рестораны. А если рестораны, то они очень дорогие. Ну, как бы время от времени можно сходить, но каждый день, завтрак, обед и ужин, ходить в ресторан, это не то. Совсем не то. Во-первых, здесь и кормят не такой едой, к которой мы привыкли. Так. Она какая-то вся очень, как они называют, спайси, очень острая, типа мексиканской едины. Вот. Ну, все очень-очень такое не то. Потом я выбирала, чтобы было близко к океану, и чтобы вот бойко было. Не просто ты сидишь на океане, но чтобы было бойко. Можно было туда, 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 туда сходить. Что мы и делаем второй день. Так. Ну, знаете, Нью-Йорк, он у меня рейтинг Нью-Йорка вырос. Вот я вам скажу, что как-то пока, пока именно Майами не тот город, в котором бы я хотела жить. Потому что он больше курортный. Напоминает мне курортный. Но он какой-то совсем такой, чтобы здесь работать, чтобы здесь как-то гэс. Это интересно. Ну, какая-то подделка, мне кажется. Магазин гэс. Ну, я что-то с трудом верю. Ну, обратно может идти. А вот просто здание, по-моему, где живут люди, обычные люди. Вот. Потом, вы знаете, вот я люблю... Вот в Нью-Йорке я сейчас ценю то, что очень легко до всего добраться. Ты можешь взять Uber, ты можешь взять такси, ты можешь взять метро, автобусы ходят. А здесь-то как будто мы заперты вот на этом участке. Ну, у кого машина, там хорошо, конечно. Но даже с машиной как-то, вы знаете, иногда у людей там с машиной всякое происходит. И все. И тогда что? Так, вот я иду сейчас по солнечной стороне. И уже время-то, наверное, часов семь. И все равно как-то жарко. Вот такая стоянка, по-моему, автостоянка вся в зелени. Надо же. Не знаю, уж это настоящая зелень или это искусственная. Я хочу пройти... Я сейчас иду по Коллинсу. В общем, карту он мне дал. Так все хорошо стало понятно по этой карте, где будет становиться автобус и так далее. И, в общем, вы знаете, вот этот Сауф Бич... Вот интересно, это настоящий или нет? Настоящий, по-моему. И вот этот Сауф Бич, он узенький. Он действительно очень узенький. Начнется Сауф Бич, а потом проедет он туда уже, в Майами. Даунтаун и прочее. И он сказал, что даунтаун-то как раз криминальный. Не очень-то он такой безопасный. Вот это... Вот это странно. У нас, допустим, если даунтаун, так это Манхэттен. Даунтаун Бруклин, он тоже как-то нормальный, красивый такой достаточно. Ну, короче, не знаю. Вот, знаете, Нью-Йорк уже мне засверкал. Новыми гранями. Как все удобно, как все легко. И не обязательно ездить в криминальные районы в Бронксе. Там раз в сто лет, может, окажешься. И не обязательно ездить на северо-восток Манхэттена, который тоже не ахти. А все остальные нормальные районы-то. Хватит нам территории. Так, ну это что? Ну, в общем, он мне дал очень много информации, в отличие от девушки, которая была на фронт-деске, которая ничего мне толком не объяснила. И это было так туманно, запутанно. И я когда вот чувствую, что человек плавает, он мне дает неправильной информации, я чувствую, что я потом буду злиться. И вот так и происходит. Оказывается, есть автобусы hop-on, они называют hop-on, hop-off. То есть get-on, get-off. То есть ты можешь заходить-выходить. Есть автобусы city-tour. Он точно так же выглядит. Но ты туда заходишь, и 4 часа ты ездишь, тебе все показывают. 4 часа. Ну, too much. 4 часа ездить. Но он сказал, что можно спуститься на первый этаж, и там будет кондиционер. Ну, посмотрим. Не знаю. Вот интересный тоже. Видите, какие маленькие отельчики. Вот это все отельчики. А вот этот тоже отельчик. Метрополь. Метрополь. Майамский вариант. Ну, какие-то уже магазины вошли. Саймонс какие-то. Ну, хоть что-то. В Нью-Йорке магазин на магазине. Все удобно. Все в шаговой доступности. А здесь что? Вы не понимаете, сколько я уже прошла? Я прошла, ну, минут 30, наверное, уже и до, от своего места. И я пытаюсь понять, как бы, хотя бы эту улицу. Вот. Я, в общем, короче, так нормально подготовилась, что я все сориентировалась по Google Map. Это просто Google Map поручает. Ты просто видишь, ты можешь просто посмотреть, как выглядит все на этих улицах. Я посмотрела, как все выглядит на этих улицах. Фотографии. Ну, как бы, ну, думаю, что вы знаете, что такое Google Map. А вот тоже, пожалуйста, здесь живут люди. Вот такое, видимо, не очень, как бы, они тут живут. Вряд ли тут какие-то обеспеченные. Те, кто его знает. Океан-то вон там рядом. Так, вот сейчас посмотрите, как едут люди. Вот так здесь ездят. Со скрипом, с визгом. Вот так вот съездят. Тормоза визжат. Вот на девушек он заглядывается. Головой вертит. Не смотрит ничего. Ну, вообще. Ну, вообще. И еще пока я... Вот так вот они визжат. Видите? Вот это... Вот такие... Это называется спонтами. Вот. Непонятно, на какие шиши эти машины куплены. В кредиты их. Все с ног до головы они могут быть безработными. Но вот они вот так вот, с понтами. Потом, значит, еще... Видела тут несколько раз. Едут без шлемов. Абсолютно без шлемов. На мотоциклах без шлемов. Руки в стороны. В общем, ну, самоубийство. И такое еще у них вот здесь есть. Впереди едет такая машина, как вот только что вы видели. С открытым ветром. Кабриолет, что ли, это называется. А впереди нее на мотоцикле едет и бибикает. Типа президент едет. Вот президент едет. Развлекаются они так. И он сигналит, чтобы все расступали, все уступали. Ну, это вообще смешно. Вы понимаете, это такие вот... Ну... Это такие... Как сказать-то? Такие низкоуровневые понты, что меня это... Мне это все раздражает. И сразу... Мне сразу говорят это о том, какое образование людей. Мне все это говорит о том, что... Причем я это вижу здесь очень много. Вот просто ходя по улице второй день. Я это все вижу. И кроме интеллигентных гостей, которые приехали за туристов, так сказать, местные жители меня в депрессию вводят. Даже при этом солнце. Поэтому не очень. Вы знаете, не очень. Вот так для жизни. Для жизни нет. Нет. Ну, я это все знала. Вот видите, как они ездят? Вот на таких мотоциклах. Не знаю, что это, мопеды. Что это? Ни шлемов тебе, ничего. Вот. Вот так вот сейчас они поедут. Куда-то могут врезаться, куда-то что-то. Так. Ну, хорошо. Ну, понятно. Большая улица. Вот сейчас они вдвоем сядут. Казанут. Нарушай все правила. Куда-то, чего-то. Сейчас он так вот все пересек. Хотя здесь нарисован для велосипедов. Ну, и ладно, что для велосипедов. Вот они все, видите? Вот все. Где шлемы у людей? Я просто поражена. Я не знаю. У нас бы сразу поехали за ними, как говорится, копы. Они бы не дали вот так людям без шлемов ездить. Ну. Я говорю, что здесь даже на велосипеде. Даже на велосипеде едешь. И я всегда думаю, что... Ну. Могут оштрафовать. Даже на велосипеде. Понимаете, какая разница? А здесь люди вот на мотоциклах с огромной скоростью несутся. В общем, не знаю. Я не очень понимаю, что находят звезды шоу-бизнесов. Ну, наверное, они селятся в каких-то очень дорогих районах. Так, ну что. Пойду-ка я на Ocean Drive. На параллельную улицу. Туда уже не пойду. Ну, это вообще как... Неужели мопеды как велосипеды у них, что ли? Приравниваются к велосипедам здесь. Они же ездят по большим дорогам. Я не понимаю. Ну, хорошо. Сейчас я пойду по Ocean Drive, который считается дорогим. Дорогой улицы. Ну и Колинс-то дорогая. Вот. Вот такое. Так что... Мне Нью-Йорк всегда нравился. Я чувствую себя там комфортно. Я этот город знаю от и до. Потеряться там невозможно. Соблудиться там невозможно. Вот. Ой, такие большие. У нас они тоже есть, как попугаи. Вот. И... В общем... Просто на одиннадцатом году жизни он мне стал напрягать. Вот как-то с январь, февраль и март мне стало как-то утомлять. Вот эта грязь. Вот этот мусор на улицах, который почему-то вот накапливается именно январь, февраль, март. Летом как-то еще его убирают. А почему-то зимой его не очень убирают. Вот. И... Накапливается. И вот это мне стало напрягать. Вот эта грязь на улицах Нью-Йорка. Вот этот мусор. Бытовой мусор. Так, ну что. Значит, вот там вот за этими пальмами океан. Я, наверное, хотела, думала, в темноте сегодня покупаться, но, наверное, уже нет. Потому что что-то нас знобит. И мама, и я знобит нас. Вот. Вот и кушает. Такие девушки. И тоже пошли отели, отели, отели. Так что завтра возьмем зонтики и будем скрываться от солнца. Я не думала, что за два часа можно обгореть. Такой смешной. Ну... Хочется пеликанам вам показать. Это самое лучшее, что я здесь видела. Пеликаны. Просто огромные. Они как орлы. Они порядка как орлы. И потом они как орлы бросаются в воду. Ну, вернее, орлы не бросаются. Но они бросаются. Вот так. Такое необычное зрелище. Они... Знаете, это как бомбежка... Это как бомбежка... Как бомбежка пеликанами. Вот так это выглядело вчера вечером, когда я купалась. Это бомбежка пеликанами. Представляете? Они ныряют и... В общем... Люди Майами. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Ну, хорошо. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Пишите, пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Дизлайки не надо. Ставьте только лайки. И подписывайтесь. Всех, кто подписался, приветствую. Молодцы. Ставьте... Нажимайте на колокольчик, чтобы вы получали уведомления. Вот вчера быстро-быстро забросила все. Все видео на YouTube. Очень плохой был интернет. Вы знаете, интернет был очень плохой. В самолете. Его практически не было. Очень плохой был интернет в J-Cave. Его практически не было. Очень... Ну, везде. Везде интернета практически не было. Не знаю, что такое. А здесь ботыльчики в этом небольшом. Нормально. Нормально. Ну, вот кто-то там написал на 20 дней. Нет, ребята, 20 дней здесь too much. Для меня лично. Может быть, для кого-то с окей. Нет, но я не сторонница вот такого вот. Извините, извините. Это далеко. Я подумала, что седьмая улица. В любом случае мы сюда не пойдем. Я хотел бы смотреть цены. Но нет. Может быть, я перейду на ту сторону лучше. На ту сторону перейду и буду оттуда снимать. Хорошо сейчас. Вот сейчас нормально. Это получается, когда уже ближе к семи, да? Нормально. Так. Рискно. Нормально. Вот, посмотрите, здесь как-то уже проходит все. Люди выходят, вот так скверой садятся. Ну, к чести Нью-Йорка у нас полно таких мест, где можно сесть. Ну, пусть не под пальмами, ну и что? Летом. Просто у нас лето не вечное. Ну, три месяца, знаете, можно потерпеть, да? Январь, февраль, март. Ну и что? Ну, правда, сейчас и апрель. И апрель захватили. Клада. Живая музыка. Ну, я сегодня натопалась. Туда, сюда, туда, сюда, везде походила. В общем, всего-то, всего-то полтора дня. Ну, знаете, мне такое ощущение, что я уже тут неделю. Это удивительное ощущение, что ты тут уже давно. Вот такая полиция. Испаноговорящая. Испаноговорящая. Ну, один такой. Ну, ничего особенного в отеле, скажем, ну, правда. Ничего особенного. Ну, что, отельчики такие. Все-таки это... Называют. Называют прямо к себе в отеле. Чего-то не делали. Так, там играют вот. Темно вам не видно. Видите, они же вот такие вот, ну, элементы как бы просто выглядят. А это считается дорогая улица. Но выглядят они очень просто. Небольшие такие. В общем, люди приезжают есть, плавать, лежать. Лежать и брать какие-то туры. Еще нам предложили тур в национальный парк. Ну, вот, не знаю. Не знаю, не знаю. В принципе, неплохо было там. Но как-то этот фронт-деск мне не внушает доверия. Они совершенно не компетентные. Планетуров, я имею в виду. Может быть, я не компетентный в другом, но планетуров не очень. Вот видите, какой отель с флагом радуги. Мне, конечно, жалко, что флаг радуги, радуга теперь используется в таком назначении. Ну, что делать? Вот они захапали радугу, которая символ обетования Божьего, что поток не повторится. И, в принципе, радуга – это классно. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да, краски в том порядке, как у радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Как бы фиолетовый, но у них он более лиловый такой. Что делать? Пеликан. Ага, значит, пеликан по-английски тоже пеликан. Понятно. Хорошо. Слушай, я не уверена была, что пеликан… Как пеликан? Пеликан. Вот так. Ну, как можно в этом городе вообще чего-то делать? Вот знаете, ну как вот. Вот так вот праздно все проходит. Ну, в Нью-Йорке тоже много всяких ресторанчиков и кафешек. Ну, как-то нет ощущения такой праздности. Нету. Понимаешь, люди работают, люди учатся, трудятся. А вот здесь что? Учится кто-то? Я не знаю. Кто здесь где учится? Это туристы. Да, ну это я основательно с ним прошла. Как будто в спортзал сходила. Это хорошо. Ну все, буду закругляться. У меня есть четыре блока, а потом пойду пить талинол. Просто ли фламинго. Замесчастный какой-то. Агротик ухэнта. Этот даже остановился. Да. Ну, есть еще есть духовные люди в Америке, ищущие глубины или и как бы бога живого. Которые вот на всякую пустоту не размениваются. Ох, еще четыре блока. Я уже, честно говоря, устала. Я же по этой улице добегалась туда-сюда, туда-сюда. Полчаса туда, полчаса обратно. Потом, значит, опять к этому турагентству. Завтра мы будем сидеть и смотреть. Ну все, все, друзья мои, заканчиваю. Пишите комментарии, как вам в Майами. Спасибо. Это уму непостижимо. Вы знаете, я уже хотела остановиться. Ну, я не могу понять, как можно на квадроциклах. Ну, я не знаю. Ну, в Нью-Йорке такое невозможно. Чтобы на квадроциклах вот по такой улице. Ну, то есть полиция вообще ничего не делает здесь. Им можно все? А если им можно все? Значит, хорошо, что у нас есть решеточка. При входе в наш отель. Ну, как-то не знаю. На квадроциклах под обычной дороги. Ну, это... В Нью-Йорке даже на квадроциклах ты не везде можешь ездить. Там они оштрафуют, даже если в парках они носятся на квадроциклах. Если там не положено. Листва. Желтые. Ну, у меня вот ассоциация, что все вот эти люди, вот, которые ездят вот так праздно. Ведь это же все-таки понедельник, да? Сейчас понедельник вечер. И вот все они на кабриолетах. У меня такое впечатление, что они у них наркодельцы. По их внешнему виду. Не кажется, что они где-то работают в нормальных заведениях. Короче, есть Трампу, где развернуться. есть Дональду Трампу, чем заняться. Нет, в июне, в июле сюда нельзя. В августе, не-не-не. Вот, читает книгу. Мне прям душа радуется, когда я вижу такие вещи. Ты тут таких не найдешь людей-то, книги, чтобы читали. Может быть, может быть, это только вот эта эрея. Вот таких тоже, если в Нью-Йорке на каждом шагу люди бегают. То есть, понимаете, вот у меня ощущение, вот я наконец нашла эту мысль, у меня ощущение все-таки больше психологического и духовного здоровья в Нью-Йорке, что сам город по себе психически, психологически и духовно более здоровый. Пусть там всякие есть люди. Всякие. А, это вот здесь, наверное, кто-то там был застрелен-то. Не помню ее или его, не помню его. Так, ну теперь я поняла. Знаменитый этот дом. 11-16. Где кто-то был застрелен. Если кто знает, скажите мне. Ну, вот тоже нашел, где жить. Я не знаю. Он или она. Нашел, где жить. Или нашла, где жить. Ну, вот, слушайте, напросился. Даже подходить не буду. 11-16 Ocean Drive. Посмотрю в интернете и все будет понятно. Ну, я помню, какая-то знаменитость. Посмотрите, какая красная. Это ж вообще, не знаю, видно вам. Прям красная. Два часа на солнце здесь была. У меня такое искушение подойти все-таки прочитать, что написано. Но мне не хочется переходить дорогу. Пойду. Вернусь. Ради вас, мои зрители. Так, ну все, поняла. В общем, Versace дизайнер был тут застрелен. Вот, и теперь здесь ресторан. И его сестра, его сестра бизнес вот этот поддерживает. Ну, вот так вот. Вот купался человек в роскоши, да? Купался человек в роскоши. И что? И что? Кому-то он перебежал дорогу. Кто-то из зависти. Больных людей много. Ну, вот, кстати, неудивительно, что вы застрелили. Нашел где жить, а? Уехал бы в Пенсильванию. Горы. Сидел бы себе в Пенсильвании. В хорошем, красивом домике среди снегов. Вот. Потом что еще? Где он еще мог бы хорошо жить? В Вирджиния. В Вирджиния. Потом, например, где еще? Ну, в Колорадо. Выезжал бы иногда в Денвер. В Нью-Йорк. Тоже можно. Но здесь, не знаю, вот так. Видите, что наша жизнь? Пару. Настолько все уязвимы, настолько все... Какая улица-то. Слушайте, я уже виноват. Виноват, да. Такая... Ой-ой-ой, он меня видит? Он меня не видит. Тоже почему-то она разноцветная. Так, еще два блока и я пришла. Ой, устала я топить-то. Туда пробежала. С лишним сколько и обратно. Ой, ну вот эти машины я не могу. Ну, к чему вот это? К чему? Она неудобная. Обзор плохонький. В Нью-Йорке ты видишь это... Форты. Ты видишь Ниссаны высокие. Рого. Ниссан. Ниссан Рого. Ты видишь, ну, не знаю, там... Какые нормальные машины. А здесь что? А здесь понты. Ну, все, друзья мои. Ну, все, друзья мои.